Кражи из квартир чаще всего происходят из многоквартирных домов, где соседи могут не заметить злоумышленников, проникших в соседнюю квартиру. Преступники выбирают квартиры, хозяева которых в дневное время находятся на работе или уезжают в отпуск. По сообщению поступившему из Управления координации деятельности Органа внутренних дел Мирзулукбекского района, неизвестные, проникнув квартиру через шахту, похитили телевизор, телефон, золотые украшения и деньги. Благодаря принятым мерам преступление было раскрыто по горячим следам. По факту кражи на место преступления выехала следственная оперативная группа. Были изучены записи с камер видеонаблюдения и изъятые отпечатки пальцев. В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности подозреваемых в преступлении. Ранее судимый 27-летний Тимур вскоре был задержан в Алмазарском районе. Я проходил мимо 44-го дома со своим другом Джагитяном Артемом. И мы увидели то, что в квартире никого нет. Окна закрыты были все. Мы пошли, постучались в квартиру, нам дверь никто не открыл. Мы залезли через подвал, через шахту-проем. Попали в квартиру. Подъезд был без кода. И подвал был открытый. В ходе предварительного следствия было установлено, что гражданке Яне Витальевне был нанесен материальный червь в размере 144 миллионов сумм. В ходе следствия Тимур рассказал еще об одной краже, совершенной в данном районе. После этого у нас новый эпизод на Карасу-1. Мы совершили преступление на первом этаже также. Взломали решетку и залезли в квартиру. Тоже искали деньги, ценности там. Как мы не нашли, мы вывезли оттуда холодильник, стиральную машинку, газ плиту, компьютеры. Мы залезли туда ночью, а все это вывезли утром. После Тимур и Артем продали украденное скупщику за 1 миллион сумм и 300 долларов США. В отношении Тимура, являющегося рецидивистом, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 169 кража Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В ходе предварительного следствия было установлено, что 27-летний Тимур имеет причастность к данному происшествию. Он был привлечен в качестве обвиняя по данному делу. И в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время предварительное следствие продолжается. И проверяется его причастность к аналогичным преступлениям. На данный момент причастный к совершению данного преступления мужчина объявлен в розыск. Уважаемые жители и гости Ташкента, Если вы располагаете сведениями о местонахождении ранее судимого Джагитяна Артема Николаевича, 1994 года рождения, просим сообщить по номеру 102. Заранее благодарим за содействие. В свою очередь ГУВД Ташкента рекомендует жителям многоквартирных домов установить надежные замки на дверцы шахты в квартире. Также рекомендуем закрывать дверь подвального помещения на замок и установить кодовый замок на входную дверь подъезда. Будьте бдительны!